вот два обычных окна внахлёст сейчас вместо нее сделаем угловое я тут могу как-то обозначить ширину чтобы если окно сейчас удалю и вставлю угловое чтобы углового окна эти размеры у меня были такие же как у алины поэтому возьму и поставлю сюда по углам просто называется узловая точка инструмент это просто какая-то штука которая отмечает какие-то места какие-то точки ее не видно ни при печати ни в сохранении в пдф нигде это просто для вас обозначение какого-то места я возьму и фигачу сюда и сюда в точку или видно правда и сизы сейчас я сделаю поярче окна теперь удаляю потому что я уже вижу откуда докуда эти окна пойдут и точки сделаю поярче чтобы вам было виднее одну со шифтом вторую выделяю узловые точки которые ничего не по сути который не объект а просто для вас какой-то маркер делаю их другого цвета вот теперь видно выбираем эксперимент угловое окно вот она и могу пока тоже настройки никакие не трогать здесь ничего ставлю как есть сначала просто наложу на угол навел на угол щелкаю еще раз щелкаю вот осталось два окна ну или одно угловое то же самое выделяю нажимаю еще раз на эту же точку пара раз открывается плавающая панель и там уже то что мне нужно как называется тут перемещение вершины ну короче расширение или сужение и навожу на точку привязался курс он привязался щелкаю расширил теперь это выделяю второе окно щелкаю еще раз здесь же в этой точке расширяют до маркера узловой точки все окно готово теперь сделаю его поглубже то есть четверти выделяю это окно уже готовая смотрю 4 120 выделяю угловое и у него тоже чем ставлю 120 меняя оба меняется второе само то есть тут сложности с угловыми окнами быть не должно все просто но тут какие-то странные стыки нахлёст небольшие щели это будем сейчас убирать почему вообще так выделяем стены чтобы посмотреть где у них линии привязки идут во первых я состыкую вот эту и эту стенку выделяем обе нажимает пересечку кнопку все стыкнулось теперь что можно сделать вот эту довожу до этого угла выделяю нажимаем базировать то есть дотянуть или наоборот укоротить и щелку на линии докуда дотянуть на вашу курсор стал прилистником то есть я навел на линию если курсор галка это какая-то точка мне нужна именно линия вложу такой прилистник или mercedes нажимаю довелось и вот тут чтоб остался вот я вижу потому что на стенке это стенки это нахлёстываются думаю что можно сделать здесь принципе ничего страшного что тут щель торчит но не очень думаю что сделать можно взять и линию привязки вот эту в этой стены перетащить вот сюда же попробую сделать и вот и наоборот вот сюда перетащить прочим я хочу чтобы у меня вот эта линия совпала с этой чтобы она улетела вот сюда выделяю стенку кроме все ее свойства что здесь я не вижу этой линии привязки а вот всех свойствах я вижу вот здесь вот она она ноль вот она толщина стены 400 плюс еще сколько то вот здесь так и замерю сколько я пока закрою замерю расстояние от сих до сих 422 миллиметра окей открою свойства стены убивая здесь 422 а может минус 422 пока не знаю да надо было минус 422 он как как вообще не то получилось так спорегину когда линии привязки дня перемещаю на другую сторону для этого лезу вот сюда в меню редактор линии плоскость привязки изменить линию привязки стены зеркально отобразить или не привязки смещайте сюда сейчас могу сместить еще вовне на 22 миллиметра опять открываю свойства стены все свойства пишу здесь скорее всего и смещаю стенку вот сюда до этого нажимаю на любую точку стены пупавшей панели меня не то что мне нужно сейчас часто нужно сместить всю стену поэтому выбираю это перемещение всего объекта и тащу вот до сих пор так и теперь вот эту дотягиваю до этой линии привязки подбираю базировать навожу на линию подбираю дотянуть нажимаю стыканусь шовчик все равно есть еще вижу что у вас стена она идет не горизонтально у нас я как и повернуто и какие-то тачки есть то ли у вас не вырублены линии привязки что когда вы стену рисуете она рисуется у вас не горизонтально или вертикально вообще конечно по-хорошему стена она идет с привязкой к оси и привязка у вас по методичке в рыве 200 на 440 а у вас привязка почему-то здесь по внешней части стены все-таки мы решили что надо делать по методичке потому как вычеркиваете вручную на проекте то есть привязка у стены должна быть 440 200 так что нужно будет поменять тут стена как-то вообще привязана непонятно торчит на 8 миллиметров в общем слегка корявенько но это обычная тема многие вот так не замечают и делают не горизонтально не вертикально там слегка в стороне вот этого нужно избегать сразу видно что здесь такие ступенечки значит нарисованы строго горизонтально и не вертикально и не по осям ну чё по оси сделать просто беру за крайние точки двигаю до пересечения курсовую форму менял привязалась видите что я стенку сместил угол разорвал и у меня угловое окно стало теперь двумя обычные то есть я просто как бы его убил разорвал вот этот угол поэтому сделаю еще раз его потом пойму зачем у вас две стенки здесь и здесь если можно было сделать одной стеной возможно промежуточный этаж поэтому приходится поднимать а понятно а приходится потому что у вас перепад что разные отметки почему приходится поднимать ну просто по кланку по выданному заданию там так и есть так а скиньте задание кстати вконтакте быстрее будет все в чат еще раз скинь ссылку на контакт посмотрю вот это вот место просто мне непонятно что пока не пойму почему почему надо отдельными стенками и тогда другой край стены тоже уравниваю на ось навожу оси привязался видите что тут у меня сейчас двигается опять вся стена я мог этого не заметить чтобы у меня было приближено я не понимаю это скальцили вся стена или только одна точка край стены поэтому тоже внимательно смотрите на плавающий что у вас здесь выбрана что у вас будет делаться сейчас перемещается все нет не нужно и беру обратно ставлю по умолчанию вот это перемещение только края стены и навожу на ось привязался привязка срабатывать я вижу это щелкаю все это стена строго по оси строго горизонтально что есть горизонтальная теперь вот эту стенку с шертом уделяем и соединяем или сечь все стыковались и вот эту стенку теперь тоже навожу на пересечении тех стенок тоже привязка срабатывать черный карандаш попал вместо пересечения тех стенок и выравниваю здесь тоже по оси вот все стенки исправил теперь эту стенку сюда утыкаем дотягиваю выделяем нажимаем базировать тыкву на линии где-то все тут исправил и делаю опять угловое окно опять удаляю эти отдельные окна которые получились из углового когда я разорвал угол так а тут почему-то щель выделяем две стенки пересечь все щель исчезло и опять угловое окно ввожу на угол щелку один раз и все и расширяю опять как надо выделяю щелку еще раз тут в плавающей панели то что нужно и наложу на на этот крестик на эту точку и здесь тоже самое и еще раз сделаю четверть 120 внутрь стены так и осталось вот здесь строить для нас с вами это самое сложное место сейчас и думаем что сделать так пересекаю вымеренные стены пока фигурник так вот это вот базирую да а и вот это еще дотягиваю до сюда хорошо остается все равно короче надо просто припидывать как лучше их соединить но опять же у вас стенки они слегка мимо оси просто попали поэтому я беру за край стены и довожу до оси все вот эти стенки я тут так же довожу очень внутренне потому что много таких неточностей косячков вот такая уже тупая работа поэтому записывать все это и делать смысла не вижу просто будьте внимательны реально этого просто избегать что когда вы рисуете что-то с нуля то у вас появляются линии привязки вот видите и все я не могу никак сделать стену не горизонтальной я просто вижу если таких голубых активных линии привязки нет вы их пробаете они активируются вот здесь линии привязки теперь их нет линии привязки вот они опять есть привязывались вот это касательно строго горизонтальных вертикальных построений вот горизонталь вертикаль и под 45 есть теперь что касается что вы промазали мимо оси тут тоже срабатывает уже не линии привязки срабатывает а курсору меняет форму вот наводим на какой-то элемент и курсор поменял форму все я вижу что он привязался и начинаю строить то есть все просто поэтому проверяйте вот таких мелочевых ошибок просто не делать или устраняйте выгоды тут их прям немало вот тут тоже не совпадает что-то с осью так как кто он по хорер и он и Продолжение следует...